стандартный завтрак для собак хлеб а это уже чуть-чуть дал немножко думаю пробно дам она опять уже спрятала вообще не есть такой цвет какой-то зеленоватый цвет уже красная смородина кище тог никто денис чай то а интересный цвет отличается черной смородины суп скомараны из комаров смотрите сколько их тут пять штук уже валяется ладно будем затрагать яйцо у нас на затраг бутерброд такой сделаем колбаса хлеб с майонезом яйцо с чаем попьем а там уже суп готовый будет там обедом нормально ну вот если сравнить с прошлым походом вот такая картина сейчас данный момент эти сколько комаров так что а вода сегодня ну 12 там встретишь может все их не сезон уже закончился больше их не будет в этом году они самые жаркие не они появляются потом может дней 10 от силы и все как-то тучи придут гром молния и после этого овод исчезает после них уже вот появляться вот эти твари блин комарьё а уже к осенью с августа там уже мошкара видит там есть есть отдыхаем пьем пьем чай душистый также красной смородины собаки тоже отдыхают охраняет там хлеб охраняет хлеб а а гулик нас в мейке кореш нас чушк ищет мейкеса гип кореш сест ищ перьи да ищпуш чушк ищет утербродик сделаем майонез также махеев пробуем это я шлепнул что-то новое даже не просто майонеза там какие-то добавки идут вот 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 я на майонез в ульпелес, денис какой-то вяленый томат, вяленый томат прованские травы, прям приправа там майонезе. Обычно уксусольское мы берем, но много там уксуса что-то. Это совсем что-то новое. Вот видели? А, в этом, похоже на это, в Киеве приправа стоявые, вот там что-то похоже на это. Вон такую же хрень туда добавили. Он сам попробует. Вот. Не знаю, что за травы тут. Ну. Думаю, если бутерброды сделают с этим с майонезом, для детей. Дети точно съедят. Потому что какой-то вот привкус есть. Вот. От Киевщи что-то похоже на это. Ммм. Конечно, я переборщил очень много блин. Точно. Вот почему люди зависимы от Киевщи. Потому что там соус, приправа этот. Ну. Вкусный что-то, так скажем. Хоть бы немножко прояснилось, что комары к тебе пошли. У меня возле меня не осталось. Это очень вкусный что-ли? Где у тебя антикомары? Солнце выглядывает. Хороший день будет. Сейчас. Продолжение следует... Вот в каком убитом состоянии уже плита была тут у нас. Ну, я начал разбирать уже печку, чтобы работа не стояла. Варю суп, заодно разбираю печку. Вкратце покажу, как все это смотрится. Вот оттуда, скажем, снизу идет огонь. Так, сейчас я как-нибудь... Вот отсюда идет огонь. Там свод, короче, там дрова снизу. Огонь идет сюда. Здесь плита у нас была. Под плитой идет. Заходит вот сюда. Вот здесь, короче, перегородка такая была еще. Тут кирпичи были, кирпичи. Поднимается огонь. Как сказать, пошел сюда. Здесь заходит. Идет направо. Направо пошел. Здесь также вверх поднимается. Здесь кирпичи были. Вверх поднимается. И тут заходит в это отверстие. Отверстие заходит. И уже по трубе идет вверх. Ну, вот такие повороты были. Это для того, чтобы жар больше держалась. Как бы весь, вся печка, чтобы нагревалась. Вот такие повороты зигзагами. И делаем, как сказать, ходы такие для огня. Чтобы все нагревало. Всю печку. Ну, здесь я немножко поработаю. Придется уже лезть на крышу. Там с крышей все постепенно, подряд разбирать. Часа два, наверное, не меньше. Время уйдет. Может и больше даже. Вот. Ну. Эта печка уже нам не нужна. У меня печка дома приварена, железная. Вместо этой кирпичной печки поставлю уже железную печку. Думаю, будет так же. Вот еще тут вторая плита. Эта я привозил, но что-то мне не понравилось. Я не стал его ставить. Но не подошло по размеру как-то. Одним словом, старую плиту так ставил. И все время дымило. Это же хреново было. И бензин заканчивается. Чуть-чуть не хватило. Последний холмик. Все, скосил Денис там. Все, осталось только убирать. Мурциастерный, да. Надо же. Здесь это пенек. Вот дерево. Тут большая, толстая, очень огромная елка стояла. Вот что уже осталось от него. Вот такие дела. Ну, это можно горбушой помахать там, скосить. Ай, подлизы. Ай, подлизы. Подлизываются. Денис свою работу закончил. Пошли с Туланов на рыбалку. Где-то на повороте он любит спиннинг кидать. Может, кого-нибудь поймает. Но завтра, говорит, на уху что-нибудь надо поймать. Он любит уху из щуки. Самая любимая. Ну, и сам процесс рыбалки на спиннинг. Я вот другой. Вообще спиннинг мне, в принципе, не очень нравится. Я уже закинул сюда консервы. Сейчас я буду крошить зелень. И добавлю еще вот яйцо. Летний суп сделаем. Летний супец. Так. Жена лука накидала, блин. Очень много зелени. Лук. В этом году они очень длинные вон. Вчера сильный ветер. До 20 метров в секунду было. Половина лука там повалила. Очень... Ну, не устояли от напора ветра. Наконец-то зажурчал тут. Не знаю, где тише огонь. Тоже еще дым. Блин, быстрый огонь. Очень сильный. Ну, и зелень еще накрошу. Нормальный ход. Вот это обалденный супец будет. Ну, и жару тут, конечно. Офигеть. Долго не загорелась там. Когда подкинул там березу. Айда вас для меня. Она ни на шаг от меня не отойдет. Без меня никуда. Ну, вот. Потом соль еще, если что, добавлю. Чья удочка интересная-то? Женька, что ли, оставил? Да, сегодня трава, она не высохнет. Жалко, вчера не смогли приехать. Вчера как-то праздник был. И праздничные дни я не работаю. Не стараюсь работать. Черную работу не делаю. И вчера сильный векер был, солнце. Думаю, за пару часов бы трава еще высохла. Очень быстро. Ой-ей-да. С воду терпнем. Что за привычка у вас, блин? Вот так вот. Офу, блин, жару-тоскаю. Ай. Попробовать. Очень даже ничего. Хороший вкусный суп получается. Тут у меня полторашки целый мешок привез. Так, покрышки потом сниму. Сейчас съездим за речным песком. Четыре мешка, наверное. Для сколько там взял. На цементироваться. Так, эти мешки нам, эти бутылки нам понадобятся. В работе может быть. Сейчас я суп сниму с печки. И газку. Проедем прям вот здесь. Здесь тропинка есть такая широкая. Под машину даже. Должны влезть. Если что, хочется, если захочется покушать, в принципе, суп готов. Все, бегом-бегом, надо успеть. Время летит. Я не знаю, как чайник оставлю. Пусть закипает. Давай съездим, Айда. Давай съездим. Вон, сколько мошкара тут. Ди-ка, Марина нету с собой. Вон. Куча. Фу. Ладно. Короче, этот датчик уже два года горит. Вот, аккумулятор. В принципе, зарядку все нормально дает, но где-то замыкание идет. Вот, и у меня есть такое, как сказать, подозрение, что где-то в этой розетке может замыкание там, вот тут. Потому что я насос вот этот электрический подсоединяю сюда. И вообще какое-то вот, что-то все меняется. Ну, короче, это не мешает, лампочка. От этого аккумулятор не раздражается, зарядка идет. Ладно, едем, короче. Попробуем тут проехать. Одной рукой снимаю. Все, как получится, посмотрим. Конечно, пни тут, все есть. Пни и все тут. О, блядь. Кругу сломать можно нахуй. Ну вот, знакомые места, ребят. Я прошлый поход тут ходил на рыбалку. Ну, и по этому лугу сейчас ездим. Главное, чтобы в яму не попасть какую-нибудь. Сено тут уже не заготавливает. Можно смело ездить. Топтать. Ай, блин. Раньше за каждый квадратный метр борьба была там, блядь. Все было поделено. У каждого свои участки сено заготавливать. Шалаш, вот видите. Здесь весной уток стреляют. О, блядь, вот это да, сосняк. Медведи тут все перепахали тоже. Блядь. Пипец. Луг все испортили. Да, тут не скошишь сейчас. Все перепахано. Смотрите, что к чему. Здесь в этом году все. Перерыли тут. Так, иди, младь. Мон. Вон тут тоже он лежал, вон. Лежанка у медведя. Вон. Мон, мон, мон. Где-то вон тут, наверное, живет, может. Так, интересно сюда. Возможно, невозможно. Если заеду, могу и забуксовать. Ну, примерно вот до сюда, наверное, заеду. А отсюда уже перетаскаю. Вот такой пляж хороший. Река, блин, очень узкая, как таежная речка маленькая. Становится, все высыхает. Так, здесь развернусь и загрузим. Вот тут. Вот эти штучка, он тоже есть, видимо. Уже в ни одном месте там видела. Видела. Пипец. Вот это да. Раньше, ребят, такого не было, честное слово. Чтоб до такой степени. Нет. Это сейчас, веки, года, начали они так жестко пашут. Да. Подписывайтесь на мой канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА